Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня классный супер эфир, я думаю, таких вы еще не видели. И сегодня мы будем говорить на тему, как научиться достигать своих целей. Почему цели? Потому что вся жизнь это про цели, вся жизнь это про достижения. И мы сейчас не о том, как купить машину, да, просто, потому что все имеет в жизни какую-то взаимосвязь. И все, как вы уже знаете, поскольку я занимаюсь тем, что изучаю тему того, как наше внутреннее состояние, наши мысли влияют на нашу реальность, все очень сильно взаимосвязано. Поэтому сегодня мы с вами достаточно красочно на примере Людмилы Николаевны. Сегодня у нас будет и Людмила Николаевна, и Олечка Ермилова. Короче, сегодня будет классная компашка. Мы сегодня с вами узнаем, почему мы живем так или иначе, как мы это можем поменять с вами. И каким образом мы можем в нашу жизнь внести конкретные цели и задачи и достичь их. Вот. Любого уровня, какого бы они ни были. Ну, вот так тоже бывает. Поэтому давайте, в общем-то, с вами начнем. И для того, чтобы у нас сегодня было красочнее и интереснее, я уже говорила, что я решила пригласить в эфир Людмилу Николаевну. Поэтому Людмила Николаевна в студию. Людмила Николаевна у нас девушка такой, знаете, внешности симпатичная вроде бы. Обычненькая такая, вот, считает себя хорошенькой, но комплексует. Возраст, ну, такое, 35, может, 40, не помнит до конца. Ребенок есть, мальчик, мальчик, ребенок. Мужа нет, ну, как-то с мужиками не очень сложилось. Работает на работе. Работа хорошая, деньги платят регулярно, хватает на жизнь нормальную, обычную. Живет такая себе Людмила Николаевна-то, но понимает, что вроде бы любви хотелось бы. Да как-то вот встречается с парнями, парни такие не очень серьезные. Вот, ходит на работку, иногда с подружками встречается, иногда в манго на распродажке-то шмоточки покупает себе. Вот, дочка прикупила такой, ничего, шелковый, хорошенькие губки любит подмазывать. Ходит так, в пиджачочечке, такая деловая, следит за собой, иногда занимается спортиком, когда не забывает. Нетфликс смотрит с подпиской, хорошей, ну, живет так вот себе, ну, так себе. Вот, маму все время звонит, говорит ей, когда уже замуж выйдешь, когда уже детей-то нормально обнарожаешь, когда мужиков-то уже найдешь. Она говорит, да растет, сынок, мам, сейчас в стране вообще война, мужики все пошли на фронт, а то сидит иногда, смотрит, ленточку листает, смотрит, какие хлопцы гарни охраняют. Ну, в общем, такая среднестатистическая девушка. Я вам хочу сказать, что у нас вот эта вот формулировка среднестатистической девушки нормальная, такая, как все, нормально работает, нормально живет, верит в любовь и счастье, но как бы не находит. Это такая наша среднестатистическая история. Давайте рассмотрим, чтобы нам было с вами понятно, следите за всем очень внимательно, что я буду сегодня рассказывать. Давайте, ой, тут вы столько накидали всего, давайте с вами рассмотрим жизнь, жизнь такой девушки, да, Людмила Николаевна, ну, нравится ей, когда получится, увеличают ее. Значит, сейчас я экранчик чуть-чуть поверну, чтобы Людмиле Николаевне было удобно. Значит, вообще, мы всегда сами себя начинаем анализировать с уровня жизни, как я живу. Вот когда вас спрашивают, типа, какая у тебя жизнь, о чем ты мечтаешь, вы вообще для того, чтобы о чем-то могли мечтать, вы, как Людмила Николаевна, должны четко понимать, а что у вас вообще есть-то в вашей жизни. Смотрите, первый ваш уровень, который вы всегда начинаете описывать и понимать, где вы вообще находитесь, и что у вас в жизни есть, чего вам не хватает, это ваш вот уровень вашей жизни. Итак, первый наш уровень, давайте мы его тут вот так нарисуем. Уровень нашей жизни. Вы здесь можете рассказать себе, где вы живете, кто ваши друзья, сколько вы зарабатываете денег. Вот Людмила Николаевна зарабатывает в среднем 1000 долларов, такая хорошая, вроде зарплата, вроде нормальная, но у нее дом в ипотеке, о машине только мечтает, ребенок учится в школе, постоянно всем что-то куда-то кружки. Короче, все деньги разбегаются, кварплата нынче, сами знаете, дорогая. Короче, Людмила Николаевна штукачок имеет, даже иногда нычечку делает 100 долларов в месяц, но в принципе такая себе средняя девушка, как я и говорила. Что у нас тут еще есть? В общем-то, вот этот наш первый уровень, он у нас всегда отвечает на три вопроса, кто, что, где. Вот, то есть она живет дома, у нее съемная квартира, платит в месяц 400 долларов и, как вы понимаете, 40% от своей зарплаты. Вот, друзья у нее, ну кто друзья, по работе там есть подружки, со школы подружка, все, в принципе, такого же уровня, как Людмила Николаевна. Ну, то есть такие же там, столько там зарабатывают плюс-минус, она даже где-то, по секрету скажу, успешнее других, потому что есть подруги, которые зарабатывают гораздо меньше. Катька кассиром работает, например, вот, меньше зарабатывает, ну и что у нее там еще есть в жизни? Путешествовать ездит, никуда не ездит путешествовать, да и слава богу война, можно сейчас спокойно никуда не путешествовать, все нормально. Если на путешествовать, то это дорого, не надо никакие эти путешествия, иногда можно выйти из дома, это и будет нашим путешествием. То, что у вас есть сегодня, это ваш уровень, и вы должны это понимать. У каждого из нас с вами он свой, но, в общем-то, ключевые вопросы, кто, что, где, вот, собственно, то, как мы живем. Погнали дальше. Почему, собственно, почему, почему наша Людмила Николаевна имеет вот именно это? Почему она не живет в особняке шикарном, почему мужика у нее красивого нету, богатого, которого на руках носил, тачки дорогой нету, почему? Ну, много тут, наверное, вопросов, но давайте посмотрим на следующий уровень, который всегда нам может помочь в этом вопросе. Чем занимается Людмила Николаевна, вот кто она, что она делает? А я вам расскажу. Людочка, ее тоже Людочкой можно называть. Давайте тут запишем, что делает. Людочка, собственно, что делает? Как университет закончила, устроилась на работку. Ходит туда, вот, спокойненько себе, ну, там такое, знаете, средненькое что-то там, то ли бухгалтер, то ли помощник руководителя, разные функции выполняет. Хорошая работница такая, старательная, боится место потерять, да и мама говорит, что надо все время держаться. Вот она уже 10 лет в одной компании-то и работает. Повышение иногда дают, вот, до 1000 долларов догребла. Ну, что она еще делает в жизни? Ну, просто вот ходит. Мама всегда говорила, кстати, что надо работать стабильно на одной работе, стараться и делать так, чтобы себя не уволили. Вот Людмила Николаевна так и делает. Ну, кстати, подружки ее делают по-другому. Вот, например, Зойка, она все время меняет себе работы, постоянно меняет работы, постоянно пытается себя найти, даже бизнес открыть. Но не очень получается, и поэтому Зойка недалеко от нее ушла. И то уровень похуже, потому что Людмила Николаевна хотя бы стабильненькая. И вот, собственно, вы должны очень четко понимать эту взаимосвязь, что то, что вы делаете, ваши действия, то, чем вы занимаетесь по жизни, то, во что вы инвестируете свое время и определяет уровень той жизни, которую вы имеете. Вот часто очень люди говорят о том, что почему кто-то зарабатывает вот такие большие деньги, а мне платят так мало. Почему-то многие люди, которые работают на обычной работе, вроде, не знаю, там, кассира, продавца, я не знаю, офисного сотрудника, считают, что им по факту несправедливо платят, должны платить больше, ведь есть люди, которые зарабатывают другие деньги. Так вот, как раз момент вот этих действий, которые вы совершаете, он вас приводит к вот тому, что вы имеете. И тут, естественно, появляется вопрос. Так, а почему я делаю то, что делаю? Почему я не делаю чего-то другого? Почему я, например, если хочу зарабатывать много, не суперкрутой, не работаю, точнее, в суперкрутой адвокатской конторе? Или почему меня не взяли главного маркетолога Мошана или Метро? Почему Людмила Николаевна тоже задается таким вопросом? И тут мы с вами переходим на следующий левел, который у нас называется «Навыки и умения». Ну, согласитесь, если бы у вас было юридическое образование или медицинское образование, вы бы круто умели делать пластические операции, или вы бы круто умели защищать международные компании, или вы были бы офигенным маркетологом, ну, точно бы вы не зарабатывали тысячу долларов и точно бы не ходили работать помощником руководителя. Вы бы нашли себе крутую работу, но у вас нет этих навыков и умений. И очень часто люди говорят, у меня нет высшего образования, у меня нет денег, чтобы заплатить за что-то, я этому не научился, у меня, что там, 9 лет школы, техникум, не было возможности у родителей себя, меня обучать. И, в общем-то, это и определяет, что работают они на той работе и занимаются, на которую смогли дотянуться, куда их смогли взять, да, вот больше никуда не брали. Слышали же часто такие выражения. Ну, и, соответственно, если они там работают, то как они могут жить в дорогом особняке, или как они могут круто путешествовать, или откуда у них деньги на хорошие шмотки. В секонд-хентах лучшие друзья. То есть это все определяется. Давайте теперь вот этот вот пунктик с вами, как навыки и умения, рассмотрим. Потому что многие люди считают, что навыки и умения – это исключительно то, что приобретено в супер-университетах, в супер-образовании. И, конечно же, здесь у всех в голове, у многих, причем такая оправдающая точка, которую нам заложили в голову, висит деньги, да. За меня в университете родители не могли заплатить, а за того заплатили, поэтому ему повезло, а мне не повезло. Ну, в общем-то, такая себе четенькая взаимосвязь. Людмила Николаевна, кстати, тоже так говорит. Она университет закончила, ну, закончила такой, знаете, простой факультет, куда смогла поступить на бюджет, очень сильно этим гордится, но понимает, что поскольку родителей у нее крутых нету, а навыки ее, ну, такие себе, да, ну, как бы обычные, вы же помните, что она убеждена, Людмила-то, Людочка-то, убеждена, что девушка обычная, обычная, приличная, обычная, нормальная баба. Вот, поэтому давайте рассмотрим вот эту темку навыков и убеждений. Смотрите, навыки и убеждения мы с вами можем поделить на две подгруппы. Вот сейчас будут инсайты, пожалуйста, слушайте меня внимательно, я даже возьму фломастер другого цвета. Значит, навыки и умения мы с вами можем поделить на две группы. Так называемые hard skills, если кто-то не знает, то skills переводится именно как навыки и умения с английского языка. Hard skills и soft skills. Ну, такие. Будем с вами изучать еще, Людмила Николаевна, английский язычок. Язычок. Значит, что такое hard skills? Hard skills – это очень точные, конкретные навыки, которые у вас есть. Например, вы умеете шить, или вы умеете ремонтировать, не знаю, мясорубки, или вы умеете обучать английскому языку, или вы умеете готовить на кухне. Короче, у вас есть очень четкий навык, который вы можете, в принципе, продать всегда. В этом всегда вы умеете работать с какими-то программами, вы умеете что-то настраивать, вы умеете, у вас есть конкретный навык, который понятен. Очень часто это какой-то ручной труд, и люди всегда говорят, я умею стричь, это мой навык, которым я могу зарабатывать деньги, или маникюрщица. У меня есть такой твердый навык, hard skills. Но есть еще так называемый soft skills. Soft skills – это мягкие навыки, которые люди, как правило, обесценивают. Например, я умею выступать и продавать. Продавать своими презентационными выступлениями. Человек думает, ну что за бред, какими презентационными выступлениями ты умеешь продавать. Или я умею писать тексты, которые продают. Опять-таки, что это за навык такой, тексты, которые продают, он точно продаст или нет. Или, например, мягкий навык, я умею красиво говорить, красиво говорить, ораторское искусство, могу сделать так, чтобы люди мной заслушались. Это тоже мягкий навык. Умение выстраивать коммуникации, умение знакомиться с нужными людьми, умение знакомить одних людей с другими людьми. Вы знаете, что на этом зарабатывают деньги. Люди считают, это часто то, что мы называем таланты. Мы говорим, ну какой талантливый человек, как ему это удается. Или талант влюблять в себя, когда ты настолько располагаешь к себе, что люди сами делают тебе какие-то предложения и хотят, чтобы каким-то образом с тобой пересечься. Предлагают тебе, давайте вы с нами вот это, а давайте вот это, а давайте вот это. То есть люди хотят вас зацепить. Или человек, который, например, умеет что-то придумывать. То есть у него всегда есть идеи. Вы с ним разговариваете, и он вам всегда. Коучинг, да? Коучи, тренеры. То, что делаю я, это мягкие скиллы. То есть это нельзя как бы конкретно пощупать и понять. Мне часто говорят там мои знакомые. Оль, за что тебе платят? Даже дети мне, например, говорят, мам, ты знаешь, что там супер-пупер чемпионка по бальным танцам, которая там победила во всем, у нее тренинг, ее тренировка стоит 100 евро в час. А я говорю, ну у меня 100 евро в час стоит консультация. Они говорят, это что ты делаешь? Говоришь? Я говорю, да. А Ева так делает, типа, мам, что за бред? Ну, это у меня, например, стоит 100 евро в час консультации. А есть люди, у которых стоит там 10 тысяч евро встреча с ними и гораздо больше и выше. Так вот, софт-скиллы, вот такие ваши таланты и навыки мягкие, уникальные. Можно назвать это даром для вас, да, точно так же, как художники, например. Это тоже такой интересный софт-скилл. Можно сказать, что кто-то, вот особенно если мы говорим про сейчас современную живопись, да, можно сказать, что это такое, типа, что-то непонятное. Ну, тут художник, наверное, это такая, такая творческие вообще профессии, они, конечно, все на грани. Вот они на грани, потому что тут очень непонятно, тут нет четкой оплаты за их труды. Так вот, софт-скиллы, это то, на чем зарабатываются самые большие деньги. Предприниматели, это люди, которые зарабатывают деньги не руками, а головой. Это люди, которые придумывают, что такое сделать, как затем объединить других людей, чтобы они это выполнили. Дизайнер придумывает и зарабатывает самые большие деньги. Люди, которые шьют, люди, которые продают, зарабатывают меньше. Тот, кто работает головой, у кого креативный, развитый мозг, кто смелый, кто не боится рисковать, это и есть софт-скиллы. Ваш софт-скилл может быть просто вашим авантюризмом, тем, что у вас, как мы говорим, есть нюх на деньги. Это тоже авантюризм, когда я знаю, в какое время, что необходимо сделать. Так вот, у нашей Людмилы Николаевны, Людмила Николаевна, у нашей Людмилы Николаевны вот этих всех софт-скиллов нету, потому что мама в детстве говорила, не занимайся, пожалуйста, хренью, имей четкую профессию и будешь всегда иметь на хлеб. И наша Людмила Николаевна это усвоила. Софт-скиллы, запомните, это самые дорогие скиллы, которые могут быть. И их себе могут позволить смелые, отчаянные люди. Именно поэтому часто бывает, когда вы смотрите на кого-то, у кого кто недостаточно, настолько же умен, красив, как вы, не столько учился или не учился вообще, у этого человека, блин, классная тачка, дом, машина, яркая жизнь, а вы продолжаете горбатиться. Так а почему так происходит? Почему кто-то себе разрешает вот таким вот быть и говорить, я гениальная, талантливая личность, значит, там приходите, вас же раздражают, правда, такие люди? Особенно иногда, как посмотришь, вот это вот на Бали, идет кто-то там с камеры, значит, и тут разглагольствует, значит, тут вселенная, мир, давайте-ка, вот, я вам расскажу про законы вселенной, да, и вы такой сидите, фигачите там в чем-то, и думаете, ну, мать твою, я тут круглосуточно работаю, пакую, не знаю, что-то там делаю, голову себе ломаю, а он, значит, тут ходит, разглагольствует, и у него шикарная жизнь, дом, яхта, вилла, а он, по сути, какой-то для меня пиздобол, уж простите, да, но восприятие другого человека. Людмила Николаевна, кстати, тоже так думает, вы, пожалуйста, Людмила Николаевна и Олечку отделяйте, вот Людмила Николаевна пока такая. Так почему, почему, почему Людмила Николаевна думает так? Потому что у нас тут, возвращаемся к красному фломастеру, у нас тут стоит следующий левел, следующий уровень, и он у нас называется, знаете как, он у нас называется двойными, ценности и убеждения. Причем ценности у нас будут со знаком плюсика, а убеждения со знаком минусик, объясню вам. Ценности это то, что определяет зачем и для чего. Исходя из ценностей, мы развиваем свои навыки и умения, исходя из тех ценностей, которые у меня есть. Например, у меня есть ценность в том, что я хочу каким-то образом влиять на мир, я хочу делать его лучше, каким-то образом отражать, вот иметь отношение к тому, что он изменяется. Например, это моя ценность, или там, например, моя ценность это любовь и семья, и поэтому я там, не знаю, занимаюсь, развиваю себе навыки семейного фотографа или какого-то классного фотографа для того, чтобы показывать и демонстрировать. Или, например, навыки режиссера, я снимаю классные фильмы, в которых я транслирую эти ценности. Если вы знаете, то у всех режиссеров есть какой-то набор своих тем, таких, можно сказать, в хорошем смысле слова, штампов, через которых они транслируют вот то, что находится у них в голове. Но есть также и убеждение. Что такое убеждение? Убеждение это то, что меня ограничивает. Например, я считаю, что без хорошего образования, дорогого, невозможно дальше иметь никакие навыки и умения. То есть, если я в университете не получила их в 18 лет, все, мне пиздец. У меня уже все, я теперь тупая, дурная, никто меня никуда не возьмет. Соответственно, что я делаю? Устраиваюсь на какую-то работу, на которую меня там минимум взяли, я никуда и не претендую, потому что я же понимаю, что у меня нет образования. И что у меня в результате? В результате зарплата 400 долларов. Сосухую своему бухому мужу, жалуюсь на жизнь, вот, затыкаю детям уши, плачу по воскресеньям в подушку. В понедельник бухаю водку после работы и типа окей. Ну, давайте, утрировано, конечно, но у каждого, знаете, тут есть свои какие-то отголоски. То есть, вот, в принципе, определение моей жизни. Если у меня убеждение, что невозможно сейчас заработать никаких денег, много, надо сидеть, держаться за свою работу и не высовываться, то, собственно, какие у меня навыки и умения? Я свои какие-то поддерживаю, за что мне там деньги платят. Потом, что делаю? Делаю то, что умею, да, там, кое-как, вот, главное, не уволили. Ну, и как живу? Живу, благодарю за то, что моя жизнь, и то не благодарю. Жалуюсь, ною, но продолжаю жить, да, давайте так. Да, Кристина, у кого-то реально так, и мы все это прекрасно знаем. Я еще раз говорю, я утрирую, да, вам делаю небольшие какие-то такие инсцинуации, но, в принципе, это понятно. Вы должны понимать, что, исходя из убеждений, а Людмила Николаевна убеждена, что если до 40 лет она не вышла замуж, то не вышла замуж, потому что нету нормальных мужиков, у нее был один мужик, она родила от него ребенка, он ее бросил, алиментов, сука, не платит, но вообще лучше бы она с ним и не встречалась, и не жила, но ребенок, то ладно, хорошо как-нибудь вытянет, в конце концов, мать-то ее вытянула, отец-то ее вообще бухал, а этот не видит, и, значит, вот этот вот пиздецок, простите, в голове Людмила Николаевна просто ходит на свою работу, думает, какая мать молодец, что все-таки мне вложила убеждение о том, что нужно иметь работу в руках, потому что я нормально могу зарабатывать себе деньги сегодня, и есть батон, вот, тоже, в принципе, неплохо. Все крайне логично. Теперь погнали дальше. А что стоит над этими ценностями и убеждениями? Почему у Людмилы Николаевны именно такие ценности и убеждения? Почему она считает так, как она считает? Да потому что дальше есть такая штука, которая называется идентичность. Наши ценности и убеждения рождаются от того, что мы думаем о себе вообще в глобальном масштабе. Кто я? Кто я? Я уже 20 тысяч раз сказала, что Людмила Николаевна абсолютно убеждена в том, что она обычная женщина. Обычная. Обычная – это значит ничего выдающегося в ней нет. Баба как баба нормальная, которая, если что, рукава закатает, ребенка сама родит, если что, сама вырастет, вытянет, найдет всегда какую-то работу, с голоду не помрет. А мужики? Ну что мужики? Ну, козлы мужики, разные мужики. Но не повезло, на всех нормальных мужиков не хватает, говорят убеждения ее. Потому что она обычная баба, а обычная баба по-другому думать не может. Поэтому, исходя из того, кем она себя считает, не супер заурядной внешности, не страшная, но и не красавица, не тупая, но и не умная, какая там еще, не богачкой не назовешь, конечно, но и в бедноту-то не падает, колготки не штопает. Вот это вот среднестатистическое звено представления, причем, заметьте, у нас женщины думают о себе так, это еще хорошо. То есть, когда она думает о себе как среднестатистическое, это еще успех. Потому что обычно женщина думает о себе сильно хуже и ниже. Вот так это бывает. Я думаю, что, я очень надеюсь, что многие себя не узнают, может быть кто-то, но в окружении вы таких людей точно знаете. Если посмотреть на наших мам, то там вообще просто надо закрыть глаза, уши и ай-яй-яй. Но так живет нынешний мир. И, в общем-то, здесь над этим всем возвышается главный такой якорек нашего торта. Но, как правило, обычный человек об этом даже не думает. Это ответ вообще, для чего все это, для чего я пришел в мир, для чего я живу, для чего я что-то делаю. По моим личным наблюдениям сюда вообще никто не доходит. Ну, не никто, если мы говорим про неосознанных людей, Людочка об этом вообще не думает. Ну, то есть, ей вообще к чего? Тут детей кормить надо, проблем куча, война, значит, там, не знаю, ракеты у Путина закончились, на тревогу бегаем. Не знаю, там, собака написала. А тут, значит, для чего этот мир? Здрахуйте, да? То есть, вообще, какая-то миссия, о чем мы говорим. И это история каждого из нас. Да, мы можем под эти пункты подставлять свои какие-то измерения, но наша жизнь, по сути, состоит из этих вещей. Конечно, ключевым моментом, сразу же вам скажу, является пункт про убеждения. Потому что, исходя из наших убеждений, мы и двигаемся, или не двигаемся. И если в наших убеждениях очень много затык о том, какая я, о том, почему нельзя, почему нет, почему не получится, почему не стоит, почему, 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 вот эти вы можете просто себе практическое упражнение сделать, поотвечая на разные вопросы, которые вас беспокоят. Да, там, я не знаю, почему у меня нету больше денег, почему я не могу построить нормальные отношения, почему я сейчас не знаю, как выпутаться из этой ситуации. Почему, почему вы сами себе дадите ответы, которые будут являться вашими ограничивающими убеждениями. До тех пор, пока мы находимся в этой палатке, то есть, что такое ограничивающие убеждения? Это стенки нашего домика. Понимаете, они нам отвечают на вопросы сразу, почему я не могу заработать, почему нельзя построить отношения, почему сейчас в войну нельзя открыть бизнес, например. Почему нельзя уволиться, почему нельзя развестись, почему нельзя снова выйти замуж, если у тебя есть дети. Почему нельзя жить без детей, или почему сейчас нельзя рожать. Вот это ваши стенки. Вы можете себе, поотвечая на эти вопросы, увидеть домик, в котором вы живете. И это все приведет вас к ответу на вопрос, почему ваша жизнь, вот этот первый уровень, такая, какая она есть, почему у вас столько денег, почему вы так себя чувствуете, почему у вас такие отношения, которые у вас есть, например, у вас, может быть, отношения, в которых вы несчастны, но вы убеждены, что нельзя брак разрушать из-за детей, или вы убеждены в том, что других мужчин не бывает, или вы убеждены в том, что ваш еще не самый плохой. То есть вот эту рамку мы сами создаем себе. И вот Людмила Николаевна, она как бы понимает, да, что она обычная женщина, ей особо, как часто, знаете, я когда задавала вопрос, что ты хочешь от жизни, мне особо ничего не надо, ценностей глобальных нет, человек открещивается от денег, у него убеждение, что деньги разрушают жизнь, у него убеждение, что меркантильные люди это плохие люди, у него убеждение, что в этом мире, важно ценить и поддерживать друг друга, он, правда, такого никогда не встречал, но ему нравится в это верить, ему нравится создавать мнимую ценность. Это, кстати, тоже такая история вранья. Все любят себе врать. Все любят себе врать и рассказывать себе про себя, враки и другим людям тоже. Так мы объясняем другим людям, почему у нас сейчас, например, недостаточно денег, почему мы сейчас, почему мы живем в отношениях и все время, например, недовольны своим партнером. Но мы, подруги, говорим, не, не, я сейчас не могу развестись, ну ты что, надо, чтобы дети выросли, я сейчас не могу, я же без денег останусь, без квартиры, и вообще, ты знаешь, я же знаю, что с моим характером вообще никто меня не возьмет. Вот это все определяет. Вот когда вы сидите такие и гадаете, значит, почему в моей жизни все не так, почему я так страдаю. Господи, говорит женщина, да помоги же ты мне наконец-то, помоги же мне наконец-то, так и хочется сказать, блядь, ну дура ты, вы себе так никогда не говорили? Ну дура ты, ну пока ты вообще не снимешь с себя эту всю пелену, пока ты не определишься, кем ты хочешь быть, ни хера в твоей жизни не поменяется. И знаете, с Людмилой Николаевной, кстати, случилось то же самое. Давайте сейчас представим, что Людмила Николаевна решила поменяться, изменить, стать такой себе женщиной, которая в конце концов задолбалась, устала, устала, устала носить эту хусточку грёблиной, хочет быть красивой, сексуальной, эротичной девушкой, хочет открыть собственный бизнес, хочет классного секса с мужиком, своей мечты, красивым, таким, как ей хочется. Хочет, наконец, носить красивое платье, а не вот эту вот мишеру, которую она вечно покупает, натягивает на себя, колготочки потеплее, значит, трусы старые, потому что все равно никто ж под ту юбку нахер давно не залазил. А хочет, наконец-то, почувствовать, что факт ю, 35, 36, 40 или даже 50, это, блядь, только начало жизни. Жизни, когда ты, наконец-то, можешь включить свои мозги, когда твое тело, ты еще, если не совсем его зажрала, можешь привести в порядок. Когда у тебя полно сил, полно энергии, полно всего для того, чтобы строить свою жизнь, и единственное, мать твою, что тебе надо сделать, это решить, кто ты. Потому что до тех пор, пока ты будешь обычной женщиной, ни хера у тебя не получится. И вот Людмила Николаевна решает, что Людмила Николаевна не хочет она быть, хочет быть Людочкой. Людочкой, хочет быть Людочкой, хочет носить луи-витончик, Людосик, хочет эротичненько выглядать там попочкой, спиночкой, хочет быть такой себе. Но пока стрёмненько, и для того, чтобы ей стать, Людочка должна решить, решить, как создать себе план, что мне надо сделать, чтобы я из Людмилы Николаевны в платочке превратилась в классную Людочку. Поэтому мы с вами, когда хотим что-то поменять, например, глобально себя, мы должны определить, кто я, поставить свою цель, описать, какой я хочу быть, стать другой, это не описание цели. Важно чётко понять, как я хочу выглядеть, где я хочу работать, сколько я хочу зарабатывать, каким образом, вообще, куда мне хочется двигаться. Не бывает так, что вы сидите, ходите на хуёвую работу, ненавидите себя, зажираете всё это ночью печеньками, и потом вы, блядь, проснулись, и такая суперзвезда, осознанная, красивая, значит, похудевшая, постравнейшая, рядом с вами молодой мужик лежит между ног у вас, значит, кунилингу сделает на отлично, сумка луи-витон стоит, и вы такая, типа, классненько, я проснулась. Хуяк нет, ребят, так только ракеты прилетают по утрам от господина Путина, так, и всё, и город взорвался. В остальном в жизни так не происходит, надо немного понапрягаться. Так, луи-витон, стой пока тут, стой, мы пока понапрягаемся. Итак, погнали. Первое, что мы делаем, это мы определяем, кто я, какой я хочу быть, поэтому не поленитесь сесть, не знаю, хотите, приходите на рерайтер, не хотите, пишите сами. Цель свою, если кто я, то какая я, вот, какие у меня сиськи, какая у меня талия, какая я эротичная и сексуальная, где я работаю, или чем я занимаюсь, или какие у меня офигенные отношения, сколько денег я в конце концов хочу получать. Посчитать, посмотреть, разобраться, наконец-то, зайти в этот гребаный луи-витон, если он вам нужен, посмотреть на ценники, не обосцаться с первого раза, надо понимать, куда вы метите, до тех пор, пока вы закрываете глаза, пока вы с ужасом думаете о том, что когда-нибудь потом вы стареете, сиськи обвисают, и всё остальное тоже. Понимаете, а без хорошего секса ещё и тонус влагалищных мышц тоже падает, поэтому, девочки, совсем всё худёвенько. Следующее, теперь нам нужно понять, какие новые ценности у меня есть. Теперь у меня появляются ценности классных отношений, я понимаю, что для меня ценно быть в крутых отношениях, для меня появляются ценности самореализации, я хочу найти то дело, в котором я буду реализовываться, в котором я хочу получать удовольствие, за которое я хочу получать деньги, и мне не стыдно, что я хочу денег. У меня появляются ценности, я не знаю, материального уровня, у меня появляются ценности классных машин, у меня что-то появляется, классные дружбы. Я, наконец-то, начинаю, хочу поверить в женскую дружбу, хочу найти себе друзей, подруг, офигенных, классных, таких же, как я. Я хочу общаться не с девочками, которые вечно ноют и постоянно обсуждают кого-то, я хочу общаться с девочками, которые развиваются, которые красивые, которые занимаются собой. Вот у меня появляются новые ценности, под мои ценности я формирую свои убеждения, я смотрю, какие убеждения у меня были раньше, да, все херово, ничего невозможно, я уже старая, мужиков нормальных нету, и меняю эти убеждения на другие. Как правило, напротивоположные, что однозначно я найду классных мужчин, однозначно женская дружба существует, однозначно точно есть дело в этом мире, которое может быть моим, с помощью которого я могу реализоваться. Я точно могу на этой планете найти какой-то способ для того, чтобы зарабатывать достаточно денег, я верю в то, что я могу ездить на дорогой машине и так далее. Моя задача изменить, создать себе новый список убеждений и начать работать над ним с помощью ментальных практик, как хотите, мы это делаем с помощью ментальных практик, когда наша задача заставить свой мозг поверить. До тех пор, пока ваша голова не верит, да бесполезно, просто бесполезно, у вас будет крупная кость, блядь, старый язык, я не знаю, все что угодно, у вас будет все что угодно, кроме того, чего бы вы хотели. Если у вас чего-то нет, вы этого недостаточно хотите, если бы хотели, было бы, дочь, выключи, пожалуйста, мой эфир, маме неудобно будет, Ермилова, выйди с эфира. Погнали дальше. Теперь, когда мы с вами сформировали новые ценности и убеждения, нам необходимо понять, какие мне навыки нужны, какие новые навыки мне необходимо приобрести или развить в себе, не свешивать это на 30 тысяч лет университета, нет. Нет, мне необходимо сейчас понять, что нужно развивать. В первую очередь обратить внимание на то, что мне всегда нравилось, потому что то, что мне нравилось, это мои таланты. Я, например, всю жизнь развивала очень простые навыки. Навыки публичных выступлений, навыки выражения своих мыслей, навыки анализа, как это называется сейчас модным словом, рефлексии, анализы. Я все время люблю анализировать украинскую мову и доследживаты и так далее. Навыки писательские, я обожаю писать, вы знаете, что написала очень много книг, навыки психологии. Я развивала всегда исключительно то, что мне нравится. Если вы найдете мои посты за 10 лет назад, 10-летней давности, когда я занималась совсем другим бизнесом, вы увидите, что я все равно была такая же. Только сейчас я, скажем так, более, как айфон, более улучшенная, усовершенствованная. У вас тоже есть какие-то ваши навыки и таланты, которые всегда были с вами, всегда. И которые, которым прибавим, возможно, какой-то профессионализм, вы усилите и сможете получить то, что вам нужно. Поэтому ваша задача посмотреть, какие навыки и умения вам нужно развивать, над чем вам нужно поработать, что вам нужно сделать. И тут мы переходим к что делать. Когда вы начнете работать над навыками и умениями, вы придете к пункту, а что вы будете делать? Что вы будете делать? Это может быть как в вашем бизнесе, это может быть как на работе, в реализации, вообще в построении жизни. Вы придете к другим действиям. У вас изменятся убеждения и ценности, у вас поменяются ваши навыки, вы посмотрите, что вам нужно делать. И таким образом вы перейдете к новым действиям. У вас появятся совершенно другие действия. Я хочу сказать, что вот в эти все моменты будет меняться ваш мозг. Сегодняшнему вы, вам, когда вы это все, например, будете писать, вам будет казаться, что это нереально. Но это точно так же, как когда вы стоите на весах и вам нужно похудеть на 20 килограмм. Кажется, что это пиздец какой-то. Это невозможно, особенно если вы 4 дня подряд, там, не знаю, мало едите, становитесь на весы и видите, что вы похудели на 700 грамм. А на пятый день опять их набрали. Вам кажется, это нереально. Но когда вы начинаете включать систему, системные действия, в какой-то момент вы начинаете обнаруживать, что вы меняете. Точно так же и тут. Вы меняете свои действия. Когда вы меняем свои действия, мы начинаем работать по-другому, на другой работе, развивать бизнес. У нас меняется наш первый левел. Меняется наше окружение непосредственно. Люди, которые нас окружают. Наши друзья, наши знакомые. У нас с вами зачастую появляется больше денег. Соответственно, мы можем себе позволить лучшее жилье, лучший отдых, лучшую одежду и так далее. И вот именно сверху начинаются наши глобальные изменения. Запомните, не снизу. До тех пор, пока ваши убеждения вас ограничивают. До тех пор, пока вы не знаете, кто вы и кем вы хотите быть. Или какую цель вы ставите. Потому что, кто я, можно заменить на любую цель. Когда мы ставим цель, нам нужно понимать, какие убеждения нам не дают сегодня к этой цели прийти. Например, вы хотите дорогой автомобиль, у вас убеждение, что вы не можете на него заработать на этой работе. Окей, не можете заработать. Тогда вы думаете, а на какой работе я смог бы это заработать? Какие навыки и умения мне необходимо прокачать, чтобы я смог получать те деньги, которые позволят мне зарабатывать на машину? Когда вы понимаете это, вы начинаете над ними работать, у вас меняются действия. И затем меняется ваш результат. На самом деле это очень просто. Но вот эта история про кто я, в частности, я энергичный, осознанный, думающий, желающий разбиваться. Да, верящий в себя, в убеждениях. У меня есть убеждение, что это возможно поменять. У меня есть убеждение, что я хочу это сделать. Или нет. И определяют, будет вы двигаться, будете ли вы двигаться или нет. Мне очень часто говорят люди, Оля, как ты отважилась на это? Как ты отважилась на то? Да потому что я точно знаю, кто я. И я точно не страдающая девушка, которая верит в то, что ее потенциал исчерпан. Я точно не девушка, у которой есть убеждение о том, что она не способна в какие-то времена зарабатывать. Или она не способна после какого-то возраста быть привлекательным для мужчин. Или она не способна создавать счастье. Или она не способна быть счастливой. Или, да я вообще способна на все. На все. И это я говорю всегда всем, кто имеет со мной дело. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ибо надо знать, когда ты связываешься с сильной леди, ты должен понимать, что есть свои плюсы и есть свои минусы. Как вы понимаете, строить отношения с сильной женщиной, это еще тот пиздецок. Потому что когда ты сильная, ты сильна во всем. Ты сильна, как в поцелуях, в объятиях и в нежности, так же и в удушье. Поэтому это тоже отдельная сторона. Но вы должны это понимать. Когда вы для себя этот алгоритм научитесь складывать, когда вы научитесь действовать, исходя этого, не будет таких целей, которые будут для вас недостижимыми. Самое сложное, над чем мы всегда работаем, это нереальность. Это изменение позиций из нашей головы. То есть наша с вами задача научиться в своей голове разрешать себе. Потому что все наши убеждения, это все, что идет со знаком минус. То, что нас ограничивает. Наши запреты. Когда мы себе говорим, я не в ресурсе, я не в состоянии. У меня сейчас нет сил. У меня не получится. Сейчас не то время. Время всегда то. И оправдывать свои собственные страхи глобальными словами, не в ресурсе, иди поспи. Если вы пошли поспали, и после этого вас не попустило, значит, что-то с вами не то. У вас есть какие-то моменты, знаете, где вы решили, что вы кто-то другой. Вы страдающий, вы, ну, не знаю. Для меня всегда слабые позиции, а не слабые. Так, ребят, одну секунду. Очень хочу пить уже, а то реально кто-то пишет про пену изо рта. Мне кажется, что она у меня сейчас пойдет. Могу же я позволить выйти из кадра и бухнуть. Ваше здоровье. По стены. На этой прекрасной ноте. Олечке, точнее, Людочке, которые, помните, а чече хотелось. Сумешку, Луи Витошку. Хочу вам напомнить, что каждый из нас самостоятельно решает, кем ему быть, и какую жизнь прожить. И вам может только казаться, что кто-то может вас ограничить. Но единственный ограничитель в своей жизни это вы сами. И совершенно не важно, сколько вам лет. Совершенно не важно, в какой жопе вы сегодня находитесь. А я уже неоднократно говорила в своих эфирах, что чем глубже жопа, тем больше ресурса для того, чтобы выпрыгнуть. Перестаньте себя жалеть. Перестаньте ныть. Перестаньте прожигать, а сегодня скажу красивым словом, проебывать свою жизнь. Потому что, если вам нравится это делать, тогда так и закрепите себе здесь. Кто я? Проебывальщик своей жизни. Нытик. Человек, которому скучно. Человеку, которому нравится казаться слишком умным. Есть такая категория людей, которые любят очень много размышлять, говорить, но при этом ковыряться в заднице. Так вот, если вы хотите ковыряться в заднице, ваша идентичность, определите ее для себя, ковырящик, и наслаждайтесь этим. Хотя бы в этом перестаньте страдать. А уж если вы хотите жить, тогда живите. Значит, из ближайшего, чем могу порадовать вас я? В эту субботу запускается мой закрытый проект, ну, такой сексуальненький, первый раз я такое делаю. Закрытый клуб с закрытыми эфирами, называется «Между нами девочками». Там обсуждаем очень интимные и горячие темы. Для тех, кому интересно, пишите в директ, я вам пришлю программу и условия. Также сегодня заканчивается, по-моему, сегодня заканчивается, самая низкая цена на участие в марафоне «Рерайтер жизни», где мы пишем с вами книгу о жизни своей мечты. Сейчас открыты продажи на декабрьский поток со скидкой минус 50. Часто мне потом вы пишите, когда же было минус 50. Вот сейчас есть. Не втыкайте, не смотрите. Если вы проходили у меня «Рерайтер жизни» или «Законный денег», сейчас для вас есть годовая программа, которая проходит один раз в году, называется «Денежный портал». Бот вам тоже прислал сообщение. Лучшие инвестиции, которые вы можете делать, это инвестиции не в свой желудок и даже не в свое новое платье, а в свой мозг. Потому что когда вы наполнены энергией, когда ваш мозг правильно работает, когда вы учитесь достигать правильных целей, когда вы перепрошиваете свое сознание, вот тогда вы и живете. Не тогда, когда жуете очередной коржик и даже не тогда, когда покупаете сумку. Сумка – это результат того, что вы классно над собой поработали. И исключительно в этом ее плюс. Поэтому носить фейковую сумку по сути не имеет вообще никакого плюса, потому что в чем кайф? Фейк – не кайф. В чем еще кайф? Кайф – это когда я знаю, что я настолько охуенно преуспела, что могу сама пойти и купить себе эту сумочку. Потому что деньги других людей – это показатель того, насколько вы в этом мире полезны. Вот и помните об этом. Это единственный коэффициент. Я сохраню этот эфир и не удалю его, но я вас очень попрошу сделать сохранение этого эфира и сделать его репосты. И, пожалуйста, оставьте парочку комментариев. Каждый, кто его посмотрит, мне будет это приятно, и тогда я буду делать еще такого формата эфира, для того, чтобы вам было интереснее. Пожалуйста, сохраните, репостните. Вам не сложно. Я не беру с вас за это денег. Я за это сохраню эфир в ленте, оставлю подольше, и, возможно, вам будет приятно его пересматривать тогда, когда хандра куда-нибудь заклянет в зад. Но лучше пусть не заглядывает. Я хочу, чтобы вы были ресурсными, эффективными, классными. Живите сегодня! У нас с вами есть жизнь, концентрируйтесь на этом. Еще есть миллион возможностей для того, чтобы вы сделали ее фантастически офигенной. И неважно, Луи Виттон это будет или Прада.